МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире ВЕТТО Вечерний Вестник. Я Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Африканская чума. В Краснокамском городском округе введен карантин. Какие территории в зоне риска? Абсолютный антирекорд. В Прикамье растет число заражений коронавирусом. Первое прошло. Региональный парламент 4-го созыва провел свое первое пленарное заседание. В некоторых населенных пунктах Краснокамского городского округа объявлен карантин. В частном подворье деревни Карабая обнаружены зараженные африканской чумой свиньи. В зараженных территориях будет запрещен въезд и выезд посторонних лиц за исключением специалистов профильных ведомств. Ввоз, вывоз, убой свиней и заготовка кормов. Также 8 населенных пунктов Краснокамского округа названы угрожаемой зоной распространения болезни. Ограничения введены в пределах села Усть-Цены, деревни Кузнецы, деревни Конец-Бор, Карабай, деревни Малое-Шилово, Большое-Шилово, деревни Нижние-Симонята и деревни Гурино. Кроме того, в части территорий Краснокамского и Нытвинского округов Усть-Качкинского поселения Пермского района установлена зона особого наблюдения. Жителям этих территорий рекомендуют внимательно наблюдать за состоянием придомового поголовья и незамедлительно сообщать о любых аномалиях в ветеринарную службу. В законодательном собрании Пермского края сегодня прошло первое пленарное заседание четвертого созыва. Из 60 избранных депутатов в решении вопросов регионального парламента как в очном, так и в дистанционном режиме приняли участие почти все. О первых решениях нового состава расскажем далее. Основной темой повестки первого пленарного заседания ЗАГС-собрания стало избрание председателя. В качестве единственного кандидата был выдвинут Валерий Сухих. По итогам голосования назначение одобрило и поддержало подавляющее большинство депутатов. Уважаемые депутаты, по итогам голосования председателем Законодательного собрания Пермского края избран Сухих Валерий Александрович. Поздравляем Валерия Александровича. Региональный парламент Валерий Сухих возглавляет с 2011 года. За это время при участии Законодательного собрания в крае был разработан и принят ряд законов и краевых программ, повлиявших в том числе и на федеральную повестку. И работа в этом направлении будет продолжена. Главная задача Законодательного органа Прикамья остается прежней – работать на благо жителей Пермского края. Основными принципами нашей совместной работы традиционно являются прозрачность, открытость, равноудаленность и соблюдение прав всех депутатов. Следовал этим принципам ранее, планирую следовать и впредь. Именно такой подход помогает Законодательному собранию достойно отвечать на вызовы времени. Также в ходе заседания депутаты определились и с представителем в Совете Федерации. Большинством голосов было принято решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от Законодательного собрания Пермского края Алексея Пушкова. В Сенате он продолжит работу в рамках деятельности комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Мы уже приняли целую группу законов, пять законов, регулирующих деятельность социальных сетей. Мы будем продолжать развивать законодательную базу. Что касается работы в Пермском крае, я намерен продолжить активную работу с гражданами. Это позволяет чувствовать настроение граждан, некоторым позволяет помочь или, по крайней мере, поднять эту проблему, привлечь в ней внимание. В ближайшее время новому созыву предстоит включиться в активную законодательную работу по подготовке проекта регионального бюджета на ближайшую трехлетку. Как отмечают депутаты, основные принципы формирования краевой казны останутся прежними. Из года в год, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, даже наши плановые показатели по займам и по дефициту, они в основном исполняются намного лучше, чем запланированы. Я думаю, что эта тенденция сохранится и она будет дополнена тем положительным трендом экономического роста, который мы наблюдаем. Первое чтение бюджета четвертым созывом законодательного собрания состоится в конце октября. Антон Шибанов, Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Большинство пострадавших от стрельбы в классическом университете выписаны из пермских больниц. По данным Минздрава, на 30 сентября в больницах Перми остаются трое пострадавших. Двое из них в удовлетворительном состоянии. Третий – это сам стрелок. Ему провели вторую операцию и удалили пулю из области ребер. Сейчас стрелок – единственный пациент из участников ЧП, который находится в тяжелом состоянии в пермской клинике. В московских клиниках сейчас все также находится семь пострадавших. Пятеро из них остаются в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. После трагических событий студенты классического университета учатся на дистанте, который продлится до 9 октября. Транспортный скандал разгорелся в Пермском районе. С 1 октября пользоваться 823 маршрутом пермякам придется по повышенной цене. Сам перевозчик заявляет об установлении цен по просьбам граждан, которые на деле высказываются против. В ситуации разбиралась Юлия Рожкова. На 10 рублей дороже за три месяца. Жители Пермского района возмущены очередным повышением цен за проезд на 823 автобусе. Езжу каждый день, ребенок учится в коллекционной школе, как бы с фролов до города, вот, мотаемся туда-сюда, ездим. И, конечно, если будет повышаться еще раз, понятно, что по карману бьет. Повышение вообще, конечно, безобразие. Сколько можешь повышать, качество не повышается. Прошлое повышение цены на 5 рублей в июле жители списали на кризис и отнеслись спокойно. Очередное подорожание с 1 октября вызывает общественный резонанс. Жители жалуются в компетентные органы и бойкотируют пользование этим маршрутом. Перевозчик же в объявлении указал, что все цены устанавливаются по просьбам граждан. И нам свою позицию разъяснять не стал. Как нам сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, сейчас компания оказывает услуги по организации регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу. В соответствии с законом, об изменении цены он обязан только проинформировать. Влиять на ценообразование до конца истечения срока свидетельства в Министерстве не могут. С конца января 823 маршрут перейдет на регулируемый тариф. Это означает, что стоимость проезда будет фиксированной, установленной Министерством транспорта. Помимо этого, на маршруте обновится подвижной состав, автобус будет не старше одного года. А также появится возможность безналичной оплаты проезда. В следующем году стоимость проезда будет индексироваться не чаще, чем раз в год. Вернутся ли цены на прежний уровень, пока неизвестно. Как сообщают в Министерстве транспорта Пермского края, такого частого повышения цены еще ни один перевозчик не производил. Юлия Рожкова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». К другим темам. В регионе, как и по всей России, продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки в Прикамье выявлено 488 новых случаев заражения. Это абсолютный рекорд за все время пандемии. 82 человека проходят лечение в больницах, 406 амбулаторны на дому под наблюдением врачей. Главным способом остановить рост заболеваемости все также остается вакцинация. Тем временем в Прикамье была доставлена очередная крупная партия вакцины «Спутник Ви» – 67 800 комплектов. В ближайшее время партия будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения. Всего с начала прививочной кампании в регион доставлено свыше 1 миллиона комплектов вакцины от COVID-19. На сегодняшний день полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 630 тысяч человек. В Прикамье сняли ограничения на заполняемость зрительных залов. Теперь можно занимать 100% мест. Но вход на мероприятие будет только по QR-кодам. Предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 теперь будет необходима при посещении театров, кинотеатров, спортивных матчей, культурных и спортивных мероприятий, а также фитнес-залов. Такое решение было принято краевым штабом по борьбе с распространением коронавируса. Сферы общественного питания ограничения пока не касаются, при условии, что кафе и рестораны увеличат вакцинацию среди сотрудников. В Пермском базовом медицинском колледже сегодня открыли четыре мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills. Здесь студенты смогут изучать компетенции стоматологии, ортопедическая, фармацевтика, лабораторный медицинский анализ и медицинский и социальный уход. О современной подготовке будущих медиков Валерия Ермакова. Нашего пациента сильный кашель, ему необходима оксигенотерапия, симуляторы позволяют воспроизвести практически любое состояние человека. Современное учебное оборудование помогает отработать различные внештатные и повседневные ситуации, которые могут произойти в реальной жизни, рассказывает студентка Пермского базового медицинского колледжа Фидан Алиева. Прям очень-очень удобно. Нам прям очень всем нравится, потому что не нужно это как-то представлять. Когда ты видишь это в реале, ты не будешь пугаться. У нас не получается как-то продумать то, что это не человек. Мы всегда понимаем то, что это очень реально. Теперь учеба студентов медколледжа будет больше акцентирована на практике. В рамках реализации нацпроекта образования в учебном заведении открыли четыре мастерские. Стоматология, ортопедическая, фармацевтика, лабораторный медицинский анализ и медицинский и социальный уход. Все они оборудованы по стандартам WorldSkills. Оборудование закуплено уникальное. Такое оборудование, на котором сегодня работают на предприятиях, в лечебно-профилактических учреждениях. И студенты теперь приобретают уникальную возможность работать в реальных условиях, на реальном оборудовании, что облегчит им адаптацию на рабочих местах. Глава региона Дмитрий Махунин неоднократно подчеркивал, что повышение доступности к качественному образованию один из приоритетов работы властей региона. Это касается и преобразования системы среднего профессионального образования. В федерации мы нацелены на то, чтобы существенно изменить подготовку будущих специалистов. Дети, обучаясь в колледже, должны учиться на том оборудовании, на котором нам дальше предстоит работать. Мы стараемся обновлять за счет, в данном случае, федеральных средств, а так еще и за счет региональных средств. Правительство Первонского края выделяет огромные средства для модернизации оборудования. В октябре, благодаря сотрудничеству с работодателями, новые мастерские откроются в Пермском колледже информационных технологий. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». В Пермской школе 61 прошла проверка качества питания школьников. Оценивали блюда местной столовой родители учеников. Главная задача таких проверок – сделать так, чтобы меню соответствовало требованиям санитарного законодательства. Рацион школьников оценила и наша съемочная группа. Заботливые мамы в роли ревизоров. Сегодня в 61-й школе родители проверяют детское питание в столовой. Мария Казьминых пришла, чтобы лично оценить качество блюд. Здесь учатся двое ее детей. Старший ест все, а вот младшая временами капризничает. Сегодня столкнулась на завтраке с ней. Увидела, она у меня съела половину каши даже, которую она говорила, что не любит. Ну вот я своим примером решила показать, что все вкусно. Все соответствует всем нормам необходимым. Родители оценивали блюда на вкус, вес и состав. Каждая мама по специальному листу контроля проверила соблюдение установленных санитарных и эпидемиологических норм. Питьевой режим. Зашли, проверили. Фонтанчик работает. Доступ всегда свободный. В перемену у меня дети ходят сюда, пьют, используются. Затем мы прошли на стенде, посмотрели информацию. Вот здесь у нас по галочкам нужно было все отметить. То есть и про культуру питания есть информация об организаторе питания. Проверили меню, что оно у нас совпадает. Во всех школах Перми городские власти ввели единое меню для учеников начальных классов. Три варианта сбалансированного меню были разработаны совместно с диетологами. Дети ежедневно употребляют фрукты, овощи, злаки и молочные продукты. Убедиться в том, что ребенок питается правильно и разнообразно, может каждый родитель. У нас есть, скажем так, основной состав родительского контроля, основной состав комиссии родительской. Но помимо этого есть и возможность у родителей любого класса попасть в эту комиссию. Для этого они должны проинформировать своего классного руководителя, который, собственно говоря, эту информацию донесет уже до администрации. Желающих оценить школьное меню своих детей особенно много среди родителей первоклассников. С соблюдением противоэпидемических норм их формируют в группы и дают возможность ознакомиться с работой столовой. Юлия Рожкова, Александр Наприенков, телекомпания «Ветта». 1 октября российскому телевидению исполняется 90 лет. В честь этого на Пермской телебашне включат полную динамическую иллюминацию. Такие световые шоу на башне уже стали традицией. На этот раз подсветка будет работать по специальной программе. В ней будет зашифровано поздравление на языке азбуки Морзе. Знатоки и радиолюбители смогут его прочитать. Световое шоу можно увидеть 1 октября с 19.30 до 23.00. Яркую телебашню будет видно с разных мест в городе. Четыре дня работы и 80 участников со всей России. В Перми открылась ярмарка недвижимости и интерьера «Квадраты». Посетители могут оценить выставку жилой недвижимости и познакомиться с современными интерьерными решениями. На открытии побывала Наталья Тиньковская. На Пермской ярмарке «Квадраты» теплые, уютные и комфортные для всей семьи. Открылась любимая жителями нашего региона ярмарка жилой недвижимости и интерьерных решений. Любимая, потому что экономится самое ценное для всех нас время. Не нужно обходить массу офисов застройщиков, страховщиков, банков, риэлторских агентств, чтобы познакомиться с большим выбором жилья и обустроить квартиру своей мечтой. Интересная форма и такие контрастные цвета. Александр с дочерью Кристиной вдумчиво изучают дизайнерские решения студии Елены Тетерлевой. Интерьер должен быть красивым, эффектным и удобным. Так, чтобы всем членам семьи, если это говорить про семейный интерьер, было удобно. Удобно было маленькой дочке, бабушке. И мы, честно, выслушиваем мнение каждого. И главное удобство в том, чтобы каждому в квартире было достаточно тех самых квадратных метров, соглашаются специалисты строительных компаний. У нас начинаются квартиры от небольших студий и, соответственно, уже большим метражом трехкомнатных квартир. То есть и для малосемейных, и для больших семей, в принципе, наши метражи, конечно, подходят. Дома комфорт-класса и будут чувствовать себя уверенно и комфортно люди абсолютно любых социальных статусов. Есть выбор по количеству спален. Одна, две или три спальни. При этом большая зона кухни-гостинок, где семья проводит все свое свободное время, собираясь вместе. И дальше есть возможность у них отдохнуть в своей уже индивидуальной зоне, то есть в своих спальнях. Важное дополнение. На ярмарке также представлена недвижимость из Санкт-Петербурга и Москвы, что в последнее время очень интересно пермикам. Декор для дома, мебель, товары для ремонта. Все здесь, все рядом. Можно не только выбрать, но и познакомиться с новинками интерьерной моды. На ярмарочной площадке развернулся декор-маркет. Работают лектории и проводятся мастер-классы, на которых можно научиться многим полезным вещам. Например, языку цвета у московского дизайнера Ольги Розет. Цветовые аспекты нейромаркетинга. Ярмарка жилой недвижимости и интерьерных решений «Квадраты» будет работать до воскресенья, 3 октября. Вход свободный. В октябре виртуальные концертные залы Пермской филармонии представят обширную программу. Как выяснила Валерия Ермакова, всего будет проведено 82 прямые и архивные трансляции. Новости региона продолжат наш выпуск. Добрый вечер. В Краевой столице капитальный ремонт бульвара Советской армии подходит к завершению. Подрядная организация закончила внутреннюю отделку обоих фонтанов. Сейчас выполняются работы по установке оборудования. Также проводится укладка гранитной плитки. Остается только озеленение территории. До конца года весь участок от улицы Революции до улицы Белинского будет доступен для прогулок. Фонтаны запустят уже в следующем году. В трех поселениях Юсинского округа появились новые спортивные площадки. Комплексы всесезонних тренажеров обустроены в селе Архангельское, поселках Майкар и Пожьво. Муниципалитет победил в конкурсе «Мы выбираем спорт» и получил грант в размере 2,5 миллионов рублей на реализацию проекта «Спорт объединяет поколение». На всех площадках уже организованы систематические занятия для всех желающих. В октябре виртуальные концертные залы Пермской филармонии, созданные в муниципалитетах края, представят обширную программу. Всего будет организовано и проведено 82 прямых и архивных трансляции из залов Московской и Пермской филармонии. Концерты смогут посмотреть жители Большой Сосновы, Краснокамска, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Кудымкара и других территорий. На этом у меня все. С тарифным планом везде онлайн смотреть кино удобно. Он открывает доступ к более чем 20 тысячам фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра «Винг» без дополнительной платы. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера.